На протяжении многих лет Брещане и гости города над Бугом в ночь с 21 на 22 июня приходят в Брестскую крепость, чтобы отдать дань памяти подвигу солдат, завоевавших для нас мирное небо над головой. В этом году историческую цитадель посетило более 6 тысяч человек. Ветераны и волонтеры, политические и общественные деятели, гости из стран близких и далеких государств бывшего Советского Союза. Незаживающая рана объединяет тех, чьи семьи коснулась эта война. Я думаю, это как бы день памяти всем тем, кто погиб в те дни, то это как бы отдать долг всем. Ну, считаю, что это важно очень. Мою семью коснулись, прадед воевал, ну, он не тут, а за освобождение Кавказа. Именно сегодня, в этот день, началась самая страшная и кровавая война, которая длилась 4 года. И здесь, в этом сердце, люди страдали, погибали и держали врага, пока за спиной народ собирался. Уже войдя в крепость, начинается погружение в атмосферу жаркой июньской ночи 1941-го. Реконструкция последнего мирного дня воссоздана до мелочей. Создается ощущение, что и не было тех семи с лишним десятков лет. По цитадели мирно прогуливаются пары, звучат знаменитые мелодии 40-х. Ничего, кажется, и не предвещает беды. Только часы, расположенные вдоль всей аллеи, отсчитывают последние минуты мирной жизни. Уже через 40 минут, после начала стрела, немецкий штурмовой обряд вышел к мосту у Тереса. Взрывы и выстрелы прерывают счастливый бег времени. И перед глазами 41-й. Сложно поверить, что это не наяву, что это реконструкция. Разворачивается напряженный бой. Сначала грохочут орудия, взрываются снаряды. Солдаты идут в рукопашный бой. Погибшие в легендарной крепости навеки остались молодыми героями Великой Отечественной войны. В Брестскую крепость в этот день 22-го мы бываем каждый год. И сюда как-то тянет нас. И воскрешает памяти первый день войны. Мы просто счастливы, что такое происходит в вашей сегодняшней Белоруссии. Где по-настоящему патриотическое воспитание. Где мы нашему подрастающему поколению можем в реальности показать, как начиналась война. Какими героями были их отцы, деды в 41-м году. И Брестская крепость символ не только начала войны, трагических страниц нашей истории. В русской, в советской истории, в российской истории, в белорусской истории. Это символ и победы 45-го года. Историческая реконструкция первых часов войны была частью митинга реквима, который проходил на площади церемониалов. Красота церемонии делают ее торжественной. Память – вот основа истории любого государства. Память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы, которая начала коваться здесь, на берегу западного Буга. Здесь гитлеровским войскам стало ясно. Молниеносно завоевать эту огромную страну просто невозможно. Сегодня мы понимаем, что именно тогда, когда умирали, но не сдавались в последние защиты и крепости, по сути война была уже выиграна. Но до победы было еще 1418 дней и ночей, за которые мы заплатили жизнью каждого третья белоруса, а весь советский народ утирал более 27 миллионов человек. Памятные ленты кладутся на гранитные плиты, возлагаются цветы к вечному огню. Пограничники на БТРе едут опускать венки в воды Буга. Молчаливые мы помним, и память эту не перекроить. История легендарной цитадели объединила русских, белорусов, украинцев, грузинов во имя общей памяти, общей истории, общей культуры, которая в те годы имела общее название – Советский Союз. Сегодня, когда страницы нашей героической истории пытаются переписать, очень важно быть вместе и во весь голос рассказывать о тех переживаниях и о тех трудностях, которые выпали на долю советского народа. Все мы знаем, что слово «Родина» хорошо помнят и одинаково понимают в Белоруссии и в России, и в других уголках прежде единой и большой страны, спасшей всю Европу и весь мир от фашизма. Мы все помним, с чего начинается Родина. Одним из знаковых мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, стало открытие нового музея в юго-восточной казарме цитадели. В новом музее разместились те экспонаты, которые долгие годы ждали своей очереди в фондах Брестской крепости. К сожалению, не позволяли площади. В коллекции личные вещи защитников цитадели, дневники, записки. Даже бойницы из-за разрушенной снарядами стены стали неотъемлемой частью музея. Казармы максимально сохраняют все детали, не нарушается целостность исторического места. Инициатива была реализована при поддержке Белтрансгаза, собственником которого является «Газпром». Это было два года назад, я тоже был в это время в делегации «Газпрома» и обсуждался вопрос по участию в возрождении музейной экспозиции. И вот рад о том, что за этот период времени сделано так много работы, и хочу сказать, на самом современном уровне. Все такие мультимедийные эффекты, они, так сказать, присутствуют на сегодняшний день в музее. Первыми посетителями нового музея стали почетные гости памятного мероприятия. Экспозиция укомплектована по новому слову техники, кстати, в своем большинстве белорусского производства. Одно из них – звездное небо, которое выглядело в точности так же 22 июня 1941 года. А в последнем зале стоит огромный экран, аналогов которого нет ни в одном музее Беларуси. По нему можно увидеть военные хроники тех лет. Основная идея новой экспозиции – посредством большеформатных сюжетных фотографий, объемных форм, произведений искусства и музейных предметов из фондов коллекции «Мемориала» показать трагедию войны. И даже музыка, сопровождающая экспозицию, в залах не случайная. О крепости говорят не только экскурсоводы в музеях, но говорят про произведения искусства, поэтому у нас в последнем зале, который называют «Дороги памяти», у нас есть кадры документальной хроники, есть кадры художественных фильмов. И, безусловно, нам очень приятно сегодня сказать, что музыкальная композиция, которая звучит, она называется «Эпитафия», подарена нашему музею лично Игорем Евгеньевичем Корнелюком, уроженцем Брещену, сегодня очень известным российским композитором. Именно так безвестными героями не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости. Именно так, не сохранив для нас даже своих имен, безымянными рядовыми бойцами Родины почти все они полегли на крепостных камнях. Здесь пролег рубеж бессмертия, здесь на пяде земли у Буга начала коваться победа. Подвиг солдат цитадели останется в памяти потомков на многие годы. Мы должны всегда помнить это все, чтить и делать все возможное, чтобы на нашей земле не было таких трагедий. И вот те люди, которые захоронены у нас на меморальном комплексе, они нам все время напоминают, что только вместе, только с АПШ, вместе с Российской Федерацией, Белоруссией мы можем противопоставить тем определенным нападкам, которые идут сейчас со стороны и Запада, потому что от нас хотят забрать победу. А мы эту победу не должны отдавать, потому что ее выстрадали миллионы и миллионы людей, те, которые погибли, и те, которые пострадали в этой Великой Отечественной войне. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.